ПОЕХАЛИ, БЛЯТЬ Время 13.12, 5 апреля 2022 года Чуть больше месяца назад всё поломалось, причём буквально Всё дошло до того, что моё лицо должно было принимать комфортные солнечные ванны Но вместо этого я вижу, как за окном метёт снег Если это небесные санкции, то хочется спросить, действительно ли с русскими бог? Блин, сука, согласен с этой погодой Я просто сейчас не понимаю Ну, кстати, вот, всё, меня вроде это, прогрев отпустил Я не понимаю, болею я, не болею, умираю я, блядь, не умираю Чё со мной, блядь, происходит? То нормально, то температура, то заниженная температура И эта погода, то холодно, то жарко И я из-за этого не могу понять, жарко мне или холодно по-настоящему Или же, блядь, я болею Короче, такая вот весна Очень странная погода Хотя, возможно, это пепел наших надежд падает с неба Я совершенно не удивлюсь Последние года 2-3 игровой рынок в СНГ креп и создавал впечатление, что он отучился гадить под себя А в его бешеном взгляде начал проступать смысл Цифры это подтверждали Они были небольшими, плавающими, но они всё-таки росли Даже 2-4% от общемирового рынка привлекали в СНГ сектор инвестиций, издателей и, в принципе, интерес Западные компании учили аборигенов культуры Мне нравится вот, я не помню от кого это слышал, но вот когда всегда вот это вот говорят 2-4% Но на самом деле эти 2-4% ну как бы весомая такая сумма Любая европейская страна А может и больше, да В культуре лицензии создавали ячейки воинственных консольщиков, завозили локализацию и столбили место под продажу 7К гейминга и лутбоксов Скромный движ на рынке происходил, но все Как-то забыли, что в нашей стране каждые 10 лет происходит новая игра плюс Случилось спецоперации, западным большим компаниям даже не пришлось выбирать, что делать Им нужно было занять позицию и бахнуть снарядом неодобрения Они обязаны были это сделать Они почти ритуально принесли в жертву русскоговорящий сектор по весьма циничной, а не моральной причине Когда у вас есть 96% мирового рынка, который может задать вопросы по поводу сотрудничества с агрессором и Россия Очевидно, какие мосты вы будете сжигать Единственный вопрос такой ситуации, насколько вы умны и опытны, чтобы догадаться сжигать все не по-настоящему, а для картинки Ведь свою душу бездушные компании должны использовать аккуратно Да, Майкрософт такие Мы уходим, но мы не уходим А почему мы не уходим? А потому что нас тут типа и не было в общем-то Потому что они еще очень давно-давно перевели весь свой магазин на баксы И подписки их можно было покупать только ваучерами А просто так в магазе, ну типа за баксы можно было игры, наверное, купить Но подписку нельзя было купить Может через Xbox как-то по-другому, но с ПК нет Это большой бизнес, а в большом бизнесе все человеческое и эмоциональное дорого стоит И должно служить только одной вещи – зарабатыванию денег Единственные компании, в чьи эмоции я поверил, это, естественно, компании украинские Я даже удивлен, что такие студии, как Frogwares, Foer Games и GAC Game World Высказались достаточно сдержанно по поводу агрессии на их страну Я ожидал увидеть что-то про фонтаны крови и выдавленные глаза Потому что когда над тобой летают ракеты, а рядом умирают люди Тебе нет эмоциональных эквилибристик Есть только система свой-чужой Тем более в данном случае всем очевидно, кто сделал первый выстрел В отличие от событий восьмилетней давности Споров здесь быть не может Я воспринял высказывания украинских студий с полным пониманием и, надеюсь, вы тоже То, что ты можешь взорваться в любой момент Не значит, что ты должен работать быстрее, как некоторые думают И хотя к какому-нибудь Metro и Stalker 2 у меня претензии есть К украинским компаниям и их настроениям вопросов нет А вот поляки напшекали лишнего и сделали хуже всем Да, CD Projekt Red веселые ребята Да на самом деле, насчет GC Game World Или как они там, блин, кто Stalker создает Я к ним вообще был полностью индифферентен Но когда посмотрел видосы чела, который как бы увлекается Stalker У него весь канал на Stalker построен И их отношение до 24 февраля Какое было в принципе странноватое Такое надменностью отдавало У меня в принципе к ним отношение Я не то, чтобы супер-пупер как-то уважал вашу игру С учетом того, какой она выходила в то время А я это прекрасно помню Я играл в то время, когда она вышла И благодаря вашим прекрасным багам и, так сказать, косякам Собственно говоря, возможно из-за этого я и не очень-то люблю Stalker Потому что я играл, играл, мне нравилось, нравилось А потом все хуем накрылось И я такой, ой, да ну и пошел ты в жопу Вот это бродить опять по этому открытому миру Опять вот это вот что-то делать Вот так вот ломается желание играть в игру С киберпанком почти то же самое, кстати Твердой рукой и жесткой позиции Bluber Team, создатели Layers of Fear И CD Projekt Red, создатели Ведьмака Уверенно и самодовольно придали таким ценностям Как поддержка и солидарность дурное звучание Теперь эти слова синонимы лицемерию Дело в том, что две эти польские студии И еще парочка более мелких Не просто приостановили свою деятельность И убрали свои игры с продажи на территории России и Беларуси Но еще и зачем-то попытались объяснить это решение Вот что пишет CD Projekt Red Хотя мы не являемся политической организацией Способной напрямую влиять на государственные дела И слава, видимо, богам И не стремимся такими быть, что очень плохо у вас получается Мы верим, что объединенные коммерческие организации Способны вдохновить глобальные изменения в сердцах и умах обычных людей Мы знаем, что это решение повлияет на игроков в России и Беларуси Лиц, которые не имеют никакого отношения к вторжению в Украину Но этим действием мы хотим еще больше побудить мировое сообщество Говорить о том, что происходит в сердце Европы И, надеюсь, не только потому, что там страдают белые люди Да, поляки? Возможно, вы не совсем поняли, какие глобальные изменения В ваших сердцах и умах хочет зародить CD Projekt Red Но Bluber Team сказала то же самое более понятными словами Студия пишет Понимаем, что наше решение может отразиться на многих россиянах и белорусах, не причастных к происходящему Но мы убеждены, что каждый шаг, который поможет остановить войну, стоит того Это относится и к полной солидарности с жителями Украины, как на словах, так и на деле И к созданию давления на общественное мнение в России и Беларуси Мы верим, что глобальное совместное сопротивление поможет изменить ситуацию А ситуация-то вот какая Мы снимаем с продажи Ведьмака Вы за это снимаете действующую власть Гениально Я не думаю, что вообще верят в такую логику Что люди, которые сидели, играли в игры А теперь им не дают сидеть, играть в игры Что они вдруг внезапно поднимут свою задницу с дивана И пойдутся какие-то идеи куда-то стоять и воевать Это вообще никак не связано Те, кто не был активным, никогда не станет активным Те, кто боялся за свою жизнь, никогда не перестанет за нее бояться Именно Смысл в том, что такие действия только вызовут негатив с компанией И закроют, в принципе, любой Ну, половину комьюнити отсеет, а то и больше, наверное Именно поэтому это и выглядит лицемерно Да? А потом Не туда воюете, не на ту аудиторию вы рассчитываете Фишка-то в том, что они такие потом Ой, а мы вернулись А принимайте нас с распростертыми объятиями А будет уже все И примут же Не знаю, лично я больше ни одной из игр компаний, которые слиняли, покупать не хочу Мне отвратительно это Даже банально, вот, ключи дают же мне на игры Я сегодня еще один ключ взял и такой, ну, в стим закину А нет, все Активировать нельзя Да, в вашей стране, типа, эта игра не существует Ну, это, типа Опять же, и все, убрали из продажи И даже ключи, я к тому, что даже ключи не работают Один хрен Тут, конечно, очень легко потерять суть сказанного Пытаясь понять, каким таким образом Ведьмак может влиять на общественное мнение И гадая, существует ли человек, у которого еще нет Всей коллекции Ведьмака в трех экземплярах для всех игровых платформ Можно легко не заметить, что обращение этих польских компаний Написано людьми, которые человечность имитируют Кончены, если по простому За Россию я молчу Хотя у нас последние 10 лет прошли под эгидой борьбы с властью и компанией Но Беларусь-то тут при чем, например Почему она испытывает санкции в полной мере Хотя ее участие, как страны частичные, все это признают Совсем недавно ведь прошли масштабные мирные митинги в этой стране Весь мир наблюдал, сколько людей вышло Весь мир видел, как их давят Весь мир эти шествия поддерживал на словах И видя все это, видя, как люди Ну, кстати, да Вот, кстати, да Когда у них суета была после выборов Никто ничего не делал Ну да, но все, типа, поддерживали А сейчас, типа, ну все Нахуй вас Люди толпами выражают протест Польские студии решили оказать давление на общественное мнение? Ебанутые? Они считают, что мы тупые, нам не страшно? Это последнее, чего ждали рабы от свободных и толерантных Гнобления Вместо мотивирования на действия, поддержки или даже хотя бы использования Людей закупоривают стране существами, жаждущими крови на лице и плоти на зубах И ждут, когда начнутся гражданские гладиаторские бои Ну, кстати, я заметил Всегда Всегда Человеки Любые, неважно В большинстве случаев они выбирают не мотивацию, а давление Мотива... Почему-то Очень до малого количества людей доходит, что мотивация работает лучше, чем давление И поддержка работает лучше, чем давление Но... Смотря на вот эти вот заявления, наблюдая, как все мировое сообщество единодушно сходит с ума, запрещая дерево участвовать в конкурсе, потому что у него русские корни Ты понимаешь, что не особенно-то ты хочешь дружить с такими помощниками Я более чем уверен, что многие видели в Западе некое спасение, ориентир, то, к чему стоит стремиться Но оказалось, что в глазах западной общественности каждый русский и белорус очень легко и быстро превращается из борца за свободу, которого угнетает режим, в товарища Баркова, который заставляет таскать все кирпичи под дулом автомата и, видимо, наоборот, как повестка скажет Но они катастрофически ошиблись На самом деле мы теперь гномы из Вархаммера Мы сидим в своих пещерах, на наших коленях книга обид, и мы записываем И записей уже очень много Потому что западный... Блять Сука, а ведь правда Компании, желающие выехать на горячей теме, выдали нам полный набор Electronic Arts, например, покрывая потом всю свою тушу, старается усесть со своей огромной задницей на какой-то там по счету стул И наносит сокрушительный удар по общественному сознанию, удаляя белорусские и российские команды своего симулятора футбола Что делать бедным западным игрокам, которые хотели лично... Вы еще не забыли, что спорт и музыкальные конкурсы вне политики? И игры тоже, кстати Так ты понимаешь, смысл в том, что люди могли использовать эти команды Которые живут и не в России И все... просто... нах Ну и как бы не этнические русские там в этих командах тоже играют Да? Команды своего симулятора футбола Что делать бедным западным игрокам, которые хотели лично нагнуть Россию, забив ей 100 голов, не спрашивают Activision Blizzard заявляет, что очень печется о своих сотрудниках и поддерживает всех, кто пострадал в конфликте Еще не закончив скандалей со своими сотрудниками, которые требуют защиты от Activision Blizzard Компания Sony целых две недели искала кота на нужного размера, чтобы бескомпромиссно и резко рубануть провод PSN Превратив какой-нибудь PS5 Digital в арт-объект В том числе... Очень хорошо и точно выразился этот, как его велсаком Говорится, Sony контора пидарасов По-другому я не могу сказать Вот реально просто Не, ну сейчас хотя бы игры по PS Plus можно забирать Хотя бы это, блядь А то в итоге люди купили, как бы, ну, дохера кто что купил Я все понимаю, все хреново и прочее, но люди купили, люди оплатили и они хотят получать свою услугу Они не хотят терять свои деньги Им еще этого не хватало и еще больше терять свои деньги сейчас Я банально по себе говорю В Украине и в Казахстане И знаете, эти истеричные поступки действительно создавали ощущение, что они это серьезно делают Что им настолько надоели эти ваньки русские Что им настолько не наплевать на происходящее, на жизни людей Что они идут на любые меры, которые в теории должны все остановить А потом вышел Фил Спенсер и сказал Что Майкрософт уже приостановила деятельность А значит и Xbox сворачивается и уходит с рынка России Те, кто знает, как связан российский рынок и Xbox, сейчас улыбаются Для игроков... Ну то, про что я и говорил, в общем-то Понимаешь, это даже эти... А XBT, они, конечно, иногда херню несут Но у них иногда бывает... Ну, то есть они бывают нормальные вещи, тоже говорят И вот у них скетч был типа это Все, давайте, все, уходим, все, все, уходим Такие, раз, все А, все, ушли, да, хорошо Закрываем дверь, а теперь можем продолжать Ну так и есть, потому что В зеленой коробке ничего не поменялось Кроме того, что ты не можешь покупать игры напрямую Получается словеса ради словес Говорится то, что хотят услышать Все эти компании рофлят и поворачиваются туда, куда ветер дует Но это они так природой устроены, ничего не поделать Игровые компании старались... Рыночек решает всегда Меня удивляют люди, которые думают, что им действительно не наплевать на происходящее Им всем наплевать Спокойтесь уже И тем наплевать, кто там на Оскаре делал минуту молчания Кто там на Грэмми приглашал президентов Им думать и не наплевать Им тоже прекрасно наплевать Нет, кому-то по-любому не наплевать Я думаю, много людям кому не наплевать Но суть в том, что вот эти все крупные компании Все крупные мероприятия и прочее Они просто пиарятся Не наплевать тем, кто от этого пользу действительно получит Так допустим Но по факту это обычное сотрясание воздуха Ради набивания очков репутации Да Лицемерие в чистом виде Отмалчиваться, боясь, что в боевых действиях Украине Снова окажутся виноваты жестокие видеоигры А потом ветер подул В строгом конкретном направлении 2 марта в Твиттере Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров Пинганул Sony и Xbox Призвав каким-то официальным документом с печатью Отменить всех геймеров России и Беларуи Блять, я это читал и Ну Это очень странно Я не знаю, как это корректно комментировать И это уже очень давно было Ну понятно, что Булжать как бы С самого начала продвигается К тому, что сейчас То есть ощущение, что некому власть имущим в Украине Им плевать на то, что у них там происходит Им главное русских пнуть под коленочек Ну кстати, да, это выглядит так, как будто Ну я просто хочу Ну вот Вот просто хочу так сделать Типа, чтобы было плохо Мне без разницы, на что это повлияет Как бы Руси заблокировать им все аккаунты Уничтожить киберспорт в этих странах Потому что современные технологии Решают конфликты лучше, чем оружие И это замотивирует русских людей Проактивно бороться с властью Ведь это так хорошо сработало с Крымом, например, да? А уже 3 марта Появилось сообщение от Блубер Тим Потом высказала CD Projekt Red А за ними уже хвостом высказали все остальные Потому что все хотят казаться смелыми и праведными Если уж кто-то начал Они сделали ставку Шанс, конечно, есть Но я не верю, что это совпадение Сразу 4 человека Рассказали мне одну и ту же историю Как в офис создателя Ведьмака Ворвались красномордые акционеры Смели компьютеры со столов И заставили разработчиков согласиться С тем, что они должны подписаться Под заявлением о давлении на мышление россиян Которое было настолько жестким изначально Что представителям CD Projekt Red Пришлось его значительно смягчить А потом русскому отделу компании Тоже пришлось измененное сообщение Изменить, чтобы показать его россиянам То есть акционеры, скорее всего Те же самые, что превратили киберпанк В рекламную шлюху Хотели набить себе очков влияния Одними из первых Отреагировав на призыв официального лица У которого есть документ с печатью Ну да То, о чем Настя и говорила Видимо, на тот момент Комменты еще не настоялись И акционеры CD Projekt Red Не увидели, что люди со всего мира Считают обращение Михаила Федорова Странным и неуместным Особенно китайцы Которых акционеры CD Projekt Red Очень хотят Из-за которых CD Projekt Red Теперь, видимо, дает заднюю Ну да Китайские пользователи Предъявляли им за это, скажем так Становится все более мягкой и податливой Эмоции Михаила Федорова я понимаю На тот момент прошла неделя А конфликт продолжался И люди в России это как будто массово поддерживали Но его заявление было максимально незрелым и незвешенным Потому что все эти игровые санкции Испытывают люди О которых в 95% случаев В этих же заявлениях написано Лица, которые не имеют никакого отношения К вторжению в Украину Даже морального Какая может быть проактивная позиция у ребенка Которая не понимает Почему ему заблокировали Бравл Старс Да? Как? Нет, понятно, что Игры играют не только Маленькие дети В них играют абсолютно разного возраста люди Ну это пример пока что Первый привел, я так понимаю Да, ну я просто к тому, что Ну, по факту Игры Это все равно В очень большом количестве Люди до 30 А то и моложе Так они туда и целятся Ну, это то, о чем я говорила Люди, которые сидели Играли в игры Они будут сидеть Играть в другие игры Да? Все Но плюс Они еще начнут ненавидеть Ту компанию Которая Забрала у них доступ К тому Что они, допустим Вкладывали деньги Как Бравл Старс Они найдут альтернативы Он пойдет и спросит у родителей Почему у него не работает игра А ему ответят Что тебе запретили играть Западные компании Что ему еще могут сказать Какая у него может быть еще реакция Какое у него может сложиться мнение Кто вторгся в его мир И испортил его Да, со мной рядом полно существ Для которых войны Это шоу С ними нужно разговаривать Либо очень долго Либо в присутствии специалистов Такие есть в любой стране Существа, которые занимают Дырки и щели в заборе своей родины Чтобы не пропустить момент Когда соседи исчезнут Под ударами ракет Не замечая Как земля под ногами У них горит Но есть еще и те самые Непричастные Которые были шокированы И напуганы тем Что произошло И им не к кому было Обратиться за помощью Оппозиция у нас давно мертва А ее представители Сидят по заграницам И требуют испытывать стыд Или умереть Запад косплеит миссию Ни слова по-русски И вырезает все Что может напомнить про триколор И никого не слушает Да, мне нравится это особенно Типа Их нет в стране Еще что-то А они за что-то агитируют Такие уже начинают высказываться Тот же Варламов Высказывался более сдержанно Только Уехал Из страны Все Начал все называть Так как ему хочется И стал спокойнее Свободнее разговаривать Призывать агитировать Легко Когда ты сидишь В стране Которая там В каком-то нейтралитете И ты знаешь Что стоит с этой стороны Выдача Так сказать Нет Конечно Можно и агитировать И призывать А еще можно пристыдить Тех кто остался И кто не имеет Никакой возможности Не уйти куда-то Не что-то Сделать Да банально Блин Я забыл Вот реально вылетело У меня из головы Имя комика Ну получается Кто там главный В ЧБД У него же был Тур запланирован По США Но он его как бы Не отменил И продолжил И люди пришедшие Да Люди пришедшие К нему на концерт Начинают его Давить То что Как бы Типа Че ты молчишь Че боишься Он говорит Да боюсь Ну как бы Мне тоже страшно Как бы Все знают Че как у нас в стране И высказываться И сказать чего-то лишнего Боишься Ты очень аккуратно Подбираешь слова Но смысл в том Что его и дальше И дальше И дальше Да он там конечно Пошутил насчет того Что девушка В красном платье Ой в белом платье Красной краски Выбежала к нему И он глупо Пошутил насчет того Типа че это месячный И весь зал заорал Ну Я не знаю Дебильная шутка Дебильная шутка И фиг его знает Че у него было в голове Возможно еще и стресс И все это дело Ну и ляпнул Первое что получилось Но Суть в том Что его просто уже На протяжении всех его концертов Задалбывают этим Зачем Вы приходите Вы Самое главное Что я хотел сказать Они те кто к нему На концерт приходят Они же получается Живут то не в России Они живут Они живут не в России Ну они свою долю борьбы Делать они перестали Ходить в русский магазин Класс Они внесли свою долю В борьбу Да Все А ему еще возвращаться Как бы ему У него здесь семья Работа Жизнь Ему как-то жить надо Содержать семью Себя Как бы Кто бы Ну Альтруистов очень мало В нашем мире Все в первую очередь Думают о себе И о своей семье Это Жестокая правда Жизни Ну тоже такой же Человек Этот Кац Тоже такой Опа Уже уехал в Израиль И где такому брошенному Человеку Искать безопасность У кого искать мнение Которому можно Присоединиться И разделять Не боясь За жизнь свою Или близких Наверное У действующей власти Да точно Вот А Нурлане Нурлан Сабуров У меня просто Прям вылетело Из головы И хотя бы на время А лучше Вообще промолчать И даже с близкими По телефону Это не обсуждать А то еще Телефон отключат Добились противоположного Эти борцы За нравственность Современные технологии Действительно Решают конфликты Лучше чем оружие Если их использовать А не запрещать Игры в политике Это правда Но игровая индустрия Аполитична Особенно в СНГ Потому что Украинцы Белорусы И россияне Работают в одних И тех же студиях И находятся В постоянном контакте Постоянная текучка Кадров из страны Страну И студии в студию К самой русофобской Call of Duty Я более чем уверен Приложил руку Аутсорс из России И ничего Сиберинтерактив Вообще интернационально Политические раздоры Здесь нахер Никому не упали Да вот я как раз Про Сиберинтерактив Хотел сказать Они же занимались PS5 версией Киберпанка Судя по всему И им Отдали полностью PS5 версию Ну типа NextGen версию Ведьмака Но у них Ее сейчас забрали И РТС Или стратегию По терминатору Тоже у них забрали Хотя она Как бы Интернациональная компания Прямо сейчас Украинцы Русские Белорусы В игровой индустрии Помогают друг другу Справиться Со сложными временами Я знаю это Потому что Этот конфликт Затронул их всех И видеоигры Это то Что помогало Найти им общий язык А если бы его не было Игры Это один из видов культуры А если вы блокируете Культуру И ее проявления В конкретной стране Не удивляйтесь Что из этой страны Спасибо за донат Привет Хорошо выглядите Настя Прям помолодела Ты понимаешь Это дочка Кеечки Да Я видел Та самая Дочка Кеечки В смысле В смысле Кеечка Это что такое Как так Когда мы успели Успели Стать Дедом И бабкой Полезут варвары Это именно так Работает А не наоборот Да Компаниям Нужно было Сохранить имидж И отреагировать Особенно Когда их начали Дергать Это нормально Но отреагировать Можно по-разному Изначально Можно выступить Против военных конфликтов И не давить на людей Как например Это сделали Ремеди Оказав помощь Как русским Так и украинским Сотрудникам И призвав Всех к миру Можно было Сделать Как Epic Games И Riot Games Просто прекратить Финансовые операции С Россией Попутно Анонсировав Сбор средств На гуманитарную Помощь В котором Пусть и окольными Путями Могли поучаствовать И россияне Только две Эти студии Собрали 150 миллионов Долларов Для помощи Оказывается Можно было И не выделываться Учитывая Что для ухода С российского рынка Были объективной Причиной для бизнеса Экономические Санкции Запада И контрсанкции России Сделали невозможным Вывод капитала Из страны При том Что в России Все еще действует Налог на гугл Который платит Иностранные компании За свою деятельность В стране Курс рубля Может скакать Вверх и вниз По 10 раз на дню А это мешает Ценообразованию При всех этих факторах Легче уйти с рынка И подождать Пока все утрясется Если бы Вот такая вот Формулировка была Все было бы прекрасно Все бы поняли И спокойно бы Это приняли Но душевные поляки И культура отмены Задали тон И теперь Если твоя компания Зарегистрирована в России А ты украинец То тебя не пускают На конференцию GDC Как например Но если ты русский И твоя русская компания Зарегистрирована В Кипре Для обхода налогов То это работает Как VPN Welcome Мы рады вас видеть Человек со странным акцентом Боже мой Это просто Блять Такой Да бред Ну я же говорю Это все Очки репутации Это вот настолько Им не пофиг Чтоб вы понимали И опять же Если бы все эти отмены Все эти давления На мышление Были искренними Порывами компаний Все было бы понятно Но что-то я сомневаюсь Что какая-нибудь Electronic Arts Откажется от дешевого Но надежного Российского аутсорса Что-то я сомневаюсь Что Stalker 2 Не появится в геймпасе В России И возможно У нас исчезнет Понятие Официальный перевод На русский язык И полноценная поддержка Но что-то я сомневаюсь Что громко ушедшие Компании Не станут продавать Свои игры Вновь втихую Да конечно Да блин Банально Тот же Stalker Я не знаю Вообще Сколько людей За границей В него играют Это просто Конкретно четкое ощущение Что игра По большей части Популярна в СНГ Ну да Все это конечно Пиздецово Просто теперь Смотреть на них будут Как на ненадежных партнеров Это все-таки история Про сохраненный имидж Для более денежных А не бойкот Бизнес всегда возвращается Так что Обижаться на бездушную машину Не стоит Стоит не возлагать надежд Вопроса в том Вернуться ли эти компании Нет Вопрос в том Будет ли им куда возвращаться На этом моменте Я хотел пуститься В рассуждение О российской игровой индустрии Но там настолько Все заактивизировалось Что информация Даже двухдневной давности Уже становится Фактически не актуальной Так что Я пойду понаводить справки И почему я вообще Хотел это подвести А Весь этот конфликт Шок для всего мира Слова и действия Не сильно обдуманы И не до конца трезвы Не плодите ненависть Я вас умоляю Чтобы эти поляки Остальные там не говорили Какие бы они там Заявления не писали И под каким бы предлогом Не снимали игры с продажи Помните Работники этой студии То что произошло В игровой индустрии Это Ну как бы да Это решают верха Акционеры Они обычные работники Которые действительно Занимаются игрой Которые ее делают Такая же политика С вынуждением Манипулированием И эмоционированием Не принимайте близко к сердцу Примите к сведению И анализируйте Вы все таки геймеры Геймеры Самый угнетенный народ Геймеры никогда Никому ничего не делали Но им от всех прилетало Начиная от общественного мнения И родителей И заканчивая правительством И игровыми компаниями Имея такой богатый опыт Взаимодействия с разными Да Сколько людей за бугром Это поймут Больше понятия Еще и для СНГ Особенно Те же банды Да, да Именно Я про это и говорю Да Мне кажется Сталкер 2 Майкрософт Просто не даст его Не выпустить Там где они могут Получить большую прибыль Они же профинансировали его Чики-брики А там На самом деле Посмотрим Разными слоями населения Я думаю Вы знаете Что принимать Чью-то сторону Не стоит Она скорее всего Навязана Все поменяется Еще не раз Поэтому устроить На сегодняшних днях Свое мировоззрение Себе дороже Изучайте Принимайте все Не плодите ненависть Ее и так Уже очень много Ладно Все Постараюсь Больше не пропадать Поддерживаем связь Если вам вдруг Сложно по жизни То специальный Отряд школьников В моем дискорде Закидает вас Терапевтическими фурями А также Заходите в группу ВК Там тем более Что ютуб прикроют Скоро Так что там Скорее всего Будем поститься А насчет телеги Мы еще поговорим А у меня пока На этом все Пис вам люди Пока Не пройдите ненависть С этим я полностью согласна Да Хотя тот же я Некоторую обиду Но все равно На ушедшие компании Испытываешь И Особо Вот Как бы Ненавидеть их не хочется Но желание Вот допустим Вкладывать деньги В их продукты У меня Поуменьшилось Ну Смотря кто как ушел Кто-то прекратил Допустим Финансовая операция А кто-то Взяв деньги за геймпасс Его допустим Заблочил Там Все возможности Не Геймпасс Кстати не заблочили А вот Плейстейшн Я про Плейстейшн Геймпасс Общее название Нет Обычно Нет просто Геймпасс Именно называется Подписка Майкрософтовская Я понимаю Но смысл в том Что Короче Игровая подписка ПС плюс Будем говорить ПС плюс Это то же самое Ну по своему Ну да Ну нинтендо Вообще Из-за того что у них Как-то все завязано На магазине И прочее Они же закрыли продажу И люди даже Игры скачать не могут Свои Из-за того что у них Как-то вот это все Сделано с магазином И уже как бы много Времени прошло Им бы как бы разбираться Ну потому что У людей просто Не остается выбора Задумайтесь Люди не могут Пользоваться тем Что они сами купили За что заплатили деньги Что по факту Им принадлежит На самом деле Ни хрена Будьте добрей Спасибо за просмотр До скорого Субтитры сделал DimaTorzok